Доброе утро! Спасибо, что вы нас дождались. Мы готовы начинать наш вебинар. Приветствуем вас, коллеги, на нашем вебинаре. Пожалуйста, проверьте, как вы нас слышите и видите. Сейчас не должно быть проблем. Если вдруг вы нас не слышите или не видите, перезагрузите страничку. Я думаю, это должно помочь. Все, плюсики пошли. Ребята нас видят. Я думаю, даже слышат. Отлично. Мы очень любим с вами общаться и отвечать на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, пишите вопросы в чат. Мы периодически будем туда заглядывать и отвечать на них. Я думаю, можем продолжать. Запись, конечно же, будет. Вы сможете ее посмотреть чуть позже, если вдруг по какой-то причине вам нужно будет куда-то убежать с нашего вебинара. Итак, сегодня в студии Юрий Волошин и я Екатерина Епифанова. Мы расскажем вам про то, как продавать по-новому. И еще сегодня в чате партнеры Bittrex24. Вот Юра сейчас скинул ссылки на их сайты. Вы можете зайти, ознакомиться. Партнеры могут помочь вам внедрить Bittrex24, ну и будут отвечать вместе с нами на какие-то ваши вопросы в чате. Возможно, на те вопросы, которые мы с Юрой пропустим. Итак, давай начинать. Прежде всего, хочется немножко поговорить про то, как вообще клиенты покупают в 2021 году и сказать, что изменения уже произошли. Мы не будем вас пугать тем, что идет новое время, идет какие-то изменения, потому что они вот здесь уже сейчас случились. И, наверное, самое главное, что хочется сказать, что мы уже и как покупатели, и бизнес уже не делает разделения на какие-то онлайн-продажи, оффлайн-продажи. Мы не думаем о бизнесе как об онлайн-бизнесе или как об оффлайн-бизнесе. Например, когда мы заходим в Инстаграм или заходим в какую-то другую социальную сеть, мы видим там товары, что мы делаем? Мы сразу пишем этой компании в чат и говорим, что хотим у нее там что-то приобрести. Если мы слышим номер телефона компании или сейчас нам не до переписки в чате, мы можем сразу позвонить и сразу сказать, что мы хотим сделать покупку. Если по какой-то причине нам сейчас удобнее зайти на сайт, мы заходим на сайт, заходим в интернет-магазин и оформляем заказ там. То есть не важно, где и как представлена компания, важно то, что я вижу ее товары, я хочу сделать у нее покупку, и компания должна мне это позволить сделать и не мешать мне сделать эту самую покупку. Причем эти изменения формируют еще и маркетплейсы, с которыми вы все привыкли работать. Вообще маркетплейсы оказывают, наверное, огромнейшее влияние на привычки покупателей, на привычки, как они делают покупки. И есть статистика, что 50% уже заказов составляют заказы маркетплейса. Мы разговаривали один раз, как не один раз, а разговаривали недавно с владельцем бизнеса крупной сети, которая занимается поставкой продуктов питания. Это большая сеть в городе. И мы у него спрашиваем, какая доля у вас внутри нашего города? Он говорит, у меня доля всего 25%. А кому принадлежат остальные доли? Он говорит, ну еще 25% принадлежит второй крупной сети, и мы как бы условно делим доли вот эти по 25% из этого пирога. Окей, а кто из вас, остальные 50%, кто эти люди? Он говорит, а остальные это малый бизнес. Вот и здесь мы, когда показываем статистику, связанную с маркетплейсами, мы видим, что тоже маркетплейсы отъели долю примерно в 50%. То есть они забрали клиентов, они обслуживают клиентов, и это те клиенты, которые готовы через них работать. Но какие привычки они создают для этих клиентов? Самая, наверное, сложная привычка, которую они создают, это возможность сделать любой заказ, не платя за доставку. Вы спокойно заходите в Валберис, например, у вас кончился порошок, делаете заказ порошка, он падает к вам в корзину, все, и вы уходите из Валбериса, забывая о том, что там он когда-нибудь приедет. Вы открываете утром шкафчик, хотите взять новую футболку, футболка последняя осталась, что-то футболочки какие-то не очень у вас. Вы заходите на Валберис, быстренько заказываете футболочки, и также они вам приходят через 3-4 дня, вы можете их сходить, померить на точке выдачи. То есть народ привыкает делать покупки спонтанно в тот момент времени, когда они необходимы, не заботясь о том, что нужно как-то их консервизировать, объединять в некие заказы и пытаться их сделать, одноразово увеличивая средний чек для магазинов. И магазины не стараются этот средний чек увеличивать, им скорее нужна частотность. Поэтому вы должны учитывать эту историю. Можно я тебя перебью? Даже не маркетплейсы, а какие-то большие магазины, они тоже идут в сторону увеличения частотности покупок. Это видно потому, что многие магазины сейчас, например, в Калининград, доставляют товары, абсолютно любое количество, например, одежды или обуви, чтобы ты мог померить дома, если тебе не понравится, отдать курьеру. Раньше, например, в Калининграде это была редкость. То есть в Москве, понятно, ты можешь прийти в какой-то центр выдачи и померить. То теперь даже не только товары с маркетплейсов, но и товары просто с каких-то магазинов, крупных магазинов одежды тебе могут принести, ты их померишь, не подошло, отказался, заказал новые и так далее. И это на самом деле провоцирует на спонтанные покупки даже не каких-то мелочей, да, вроде шампуни, а серьезных покупок вроде, например, одежды. И вы можете либо работать с этими маркетплейсами, либо вы должны за ними следить как малый бизнес. Они вас никогда не выдавят с рынка, вы будете прекрасно работать, средний и малый бизнес всегда останется и будет прекрасно существовать, забирая вот эту долю в 50%. Но вам нужно будет смотреть на них для двух причин. Первая причина – попытаться работать на этих площадках. Конечно, это сделать смогут не каждый бизнес, потому что там требуется очень большая оборотка. Ребята выплачивают деньги очень не сразу, очень часто это 60-90 дней, когда вам отплатят деньги. А так как заказов очень много может быть, у вас может быть очень большая сумма заморожена на счетах тех же самых маркетплейсов. Либо маркетплейсы, набирая какую-то определенную нишу, перестают принимать в этой нише новых продавцов. Они им не интересны. Ниша заполнена, им достаточно продавцов, они удовлетворяют всем требованиям, и ниша закрывается. Либо вам нужно следить за ними для того, чтобы смотреть, какие тенденции они вводят. Правильно сказала Катя. Одна из тенденций – это давать возможность клиенту примерить товар, когда ему его доставляют. Он заказал кроссовки, вы понимаете, что кроссовки очень разные. Вот мне нужен 45 размер, это не значит, что я любую возьму бренд, 45 размер мне подойдет. Прекрасно будет, если мне привезут еще, например, 45,5, и там, не знаю, там 43,5 или какой там размер ниже есть. Не очень ориентируюсь в размерах. И вы, вот видя эти привычки, должны пытаться сделать для своих клиентов такие же удобства, потому что клиенты уже привыкли. Второе удобство – это вот эта вот доставка, которую тоже нужно обязательно иметь компании, потому что если у вас нет доставки, вы не сможете оказывать такой же сервис, который уже привыкли для этих клиентов в своем бизнесе. Да, мы нашли вот очень интересную статистику, которая подтверждает этот тезис. Здесь число 48% покупателей сказали, что они уйдут, если доставки в магазине нет. То есть, конечно, если я пришла, хочу что-то у вас купить, и вы не можете мне доставить этот товар, скорее всего, я уйду. Скорее всего, я уйду к каким-то конкурентам, которые эту услугу мне могут быстро оказать. Я думаю, процент здесь даже сильно завышен, потому что, вернее, как занижен наоборот. Потому что, ну, мне кажется, что сейчас люди, если они делают звонок в компанию, и компания не может доставить товар, никто не поедет там через весь город в этот магазин, тем более товары редко бывают уникальными. Это может повезти только конкретно уникальному магазину, который там единственный в городе, и больше негде просто взять этот товар, и тогда действительно есть смысл там подождать или приехать в него, чтобы забрать. В остальных случаях проще позвонить соседнему конкуренту и сделать покупку в другом магазине. Я знаю, в Калининграде появился магазин фруктов, овощей, которые даже делают доставку. Там работает только два парня, ты им пишешь, они тебе привозят в течение дня то, что ты хочешь у них купить, на самом деле большие молодцы. Иногда пишут, что, к сожалению, сегодня у нас очень много людей в самом магазине, мы не можем к вам приехать, но вот эти уже попытки, они располагают. Ты понимаешь, что, если что, ты можешь обратиться именно в этот магазин, и тебе там клубнику или что-то хочешь привезут уже в течение дня. Это очень круто. Причем, на самом деле, таких магазинов уже становится много, если эти ребята, например, не будут масштабироваться и расширяться, и делая вот эту доставку, то, скорее всего, сделав раз-два звонок в этот магазин, и не получив какой-то конкретный товар, ты просто найдешь других, которые делают то же самое. Потому что поставщик, скорее всего, у них у всех один и тот же, и товар, в принципе, один и тот же, и ты можешь его заказать в другом месте, где тебе эту доставку обеспечат. Ну и к чему мы идем? Рынок растет. Мы пропустили там один слайд, там была информация, если я не ошибаюсь, что на 75 или 78 процентов за год увеличились онлайн-покупки. И все больше людей, естественно, делает покупки в интернете, все меньше людей делает их с компьютером. Насколько я помню, на 25 процентов упало использование компьютеров в пользу мобильных телефонов, хотя, возможно, и даже больше, да, больше людей уже делает покупки именно с телефонов. И, естественно, бизнесу нужно адаптироваться к этим условиям и понять, как вот эти все новые подходы применить для своей компании, потому что старые подходы, даже какое-то улучшение старых подходов, увы, уже, наверное, не сработает. Нужно что-то новое делать. Да тут даже не сработает, вы просто будете терять какой-то сегмент новых клиентов, которых приучили уже работать по-разному. Вообще все вот эти изменения произошли буквально за последние полгода-год, когда началась пандемия. Если раньше это была такая вяло текущая история, мы, например, много рассказывали, что нужно потихоньку переходить, какие-то бизнесы потихонечку переходили, но это все делалось вяло, потому что на самом деле не было такой вот львиной потребности, не было прям именно когорты клиентов, которая хотела, чтобы им обязательно делали доставку. Пришла пандемия, все резко ускорилось, и рынок вот этой онлайн-доставки вырос там на 300, 500, 700 процентов как раз за счет того, что люди не хотят теперь идти в магазин, они хотят сделать звонок, написать в чате, не знаю, зайти на сайт, сделать еще какие-то телодвижения, и получить этот товар легко, быстро, поговорив с менеджером буквально 5-6 минут. Это нужно и оплатить, это нужно и доставить, это нужно сделать еще какие-то требования для клиентов, чтобы им удобно оформлять такие заказы, оформлять такие сделки. Все, от изменений мы уже с вами не уйдем. Да, и недостаточно уже просто сделать интернет-магазин, запустить его, дать какую-то рекламу и ждать, что все клиенты, вот которые Юра говорит, которых вы потенциально можете потерять, придут в ваш интернет-магазин. К сожалению, так уже не работает, мы уже не раз сказали, и постоянно об этом говорим, что клиенты хотят, покупатели хотят делать покупки оттуда, из тех каналов, где они живут. Если они находятся в социальных сетях, они делают покупки в социальных сетях. Если им удобнее вам позвонить, вы должны предоставить им возможность сделать покупку по телефону и не заставлять клиента ходить куда-то на сайт и оформлять заказ там. Поэтому мы и написали, что интернет-магазин уже поздно создавать. На самом деле, если у вас его нет, уже и не нужно его прям делать, именно как интернет-магазин. Здесь нужно четко понимать, что когда мы говорим, что не надо создавать интернет-магазин, мы говорим о выделении бизнеса в отдельное направление, у которого есть интернет-магазин. Да, такой вариант останется у тех, кто уже в таком ключе работает. Это те же самые строительные магазины огромные. Кто у нас? Леруа Мерлен так делает. В Калининграде у нас Мау-Центр так делает. То есть есть огромные магазины, у которых уже были созданы интернет-магазины. Это отдельные подразделения, они занимались доставкой, они показывали товары, давали возможность его купить, выбрать и так далее. Но даже эти магазины трансформируют и сращивают все вместе. Это теперь не просто интернет-магазин, в котором можно посмотреть какие-то товары, но это и возможность принять звонок, это возможность принять чат, это возможность как-то коммуницировать с бизнесом. То есть теперь во главу угла встает CRM, которая у себя умеет забирать все эти каналы, обрабатывать эти каналы, и вы легко должны отвечать в тех каналах, которые удобны для пользователя во время общения. Ну, давай расскажем, как мы видим современный подход к продажам и из каких элементов он состоит. Первый элемент, и, наверное, ключевой, это оплата, CRM-оплата или возможность принять оплату от клиентов. Как вы можете это сделать? Если вы решили делать доставку, например, вы можете нанять курьеров, раздать им по терминалу и принимать доставку на месте. Но это будет, во-первых, достаточно накладно и дорого, потому что каждому курьеру раздать терминал – это затраты определенные. Вам сложно будет масштабировать такую доставку. И, кроме того, это будет доставка только на месте. То есть если у вас бизнес подразумевает какое-то производство, например, это вы что-то делаете там руками, производите, то, скорее всего, вам нужно будет все равно принять от клиентов предоплату, и оплата на месте для такого бизнеса не совсем подойдет. Давайте посмотрим, наверное, как работает CRM-оплата и что это такое. Сейчас на экране мы показали сделки в Bittrex24. Если вдруг вы с ним не работаете, я буду уточнять, что это такое. И вот здесь есть сделка, которая пришла с номера, точнее, сделка, которая сформировалась после звонка клиента. Клиент позвонил в компанию и сказал, что он хочет купить определенный товар. Что делает менеджер? Менеджер нажимает в этой сделке на кнопку «Принять оплату», выбирает те товары, которые клиент сказал, что я хочу купить этот товар, выбирает определенный размер, какие-то параметры. Если нужно, здесь же оформляет доставку, про нее мы поговорим чуть позже, и отправляет эту ссылочку на оплату клиенту. Что происходит на стороне вашего покупателя? Он получает SMS, в которой есть ссылка на оплату заказа. Он переходит по этой ссылке, видит, какие товары он оплачивает, выбирает нужную ему платежную систему, делает оплату, и все, платеж готов. Что здесь еще очень важно? То, что менеджер все это время находится в CRM, он может находиться в карточке сделки или на компании, и он видит, что происходит с этой сделкой. А посмотрел ли клиент мое сообщение? А перешел ли клиент по ссылке на это сообщение? А выбрал ли клиент какую-то платежную систему для оплаты? И, возможно, у него возникли какие-то проблемы, и мне нужно ему позвонить? То есть всей вот этой информацией мы как бы подсказываем менеджеру, что сделать, чтобы дожать клиента для покупки, помочь ему сделать эту покупку и грамотно и правильно коммуницировать с клиентом. Сергей здесь в комментариях пишет, если маржа низкая, работать в минус. Скорее всего, он подразумевает вот эти вот доставки, которые бесплатные. На самом деле не обязательно делать прям бесплатную доставку. Доставку нужно просто иметь условно. Понятно, что вы, как маленький магазин, не сможете на себя брать огромные расходы по бесплатным доставкам, и это для вас очень сложно будет производить. Но на самом деле клиенты не ожидают, что это прям будет бесплатно. Я вчера вживую видел ситуацию, когда я пришел в магазин, чтобы там забрать кое-какие товары, и при мне происходил звонок. Как раз девушка хотела заехать сама, чтобы забрать заказ, так же, как и я это сделал, заехав в этот магазин, он просто вот рядышком был, и мне было по пути. И ей по телефону говорят, да, приезжайте, все хорошо, вот мы находимся по такому-то адресу. Она говорит, ой, я не хочу, я хочу, чтобы мне это доставили. Я говорю, да, без проблем, доставка будет стоить там 200 рублей. Девушка говорит, да, без проблем доставлять их. Через сколько я могу получить товар? 30 минут, все, зашли в ЦРМ, у них стоит Битрикс24, вызвали такси, такси приехало и отправили доставку. Я забрал заказ сама, сам девушка забрала заказ через доставку обычной таксишкой. Все, не обязательно, чтобы вы это делали бесплатно. Просто клиенты привыкли даже не к бесплатности, они привыкли к тому, что в любой момент времени, когда ему придет в голову, что ему необходим этот товар, этот товар ему доставят. И вы здесь как региональный магазин, а в чем отличие вот там того же Валбереса от регионального магазина? Валберес есть не во всех городах центра распределения. Я думаю, даже в Москве, скорее всего, в тот же день вряд ли доставят Валберес какой-то товар. Хотя, может быть, такое и происходит. Но вот в Калининград Валберес, например, доставляет 3-4 дня. Это очень быстро на самом деле. Если брать заказ там Почты России или заказать через Озон, это будет минимум 7-10 дней минимум, а то и 14 и даже больше. Валберес это делает почти мгновенно. Но вы, как регионалы, это можете сделать в течение часа. Даже иногда в течение получаса. Потому что для вас ничего делать не надо для этого. Вам даже не нужно иметь свою собственную службу. Вы просто заказываете такси, ее отправляете и все. Да, выставите немножко денег. И вот как раз мы сейчас, когда показывали, что происходит оплата, во время оплаты менеджер выбрал доставку. И мы даже оставили специальное поле, которое вы можете заполнить своей ценой. Потому что доставка может стоить чуть-чуть дороже, и вы хотите ее немножко округлить. А оплата вам позволяет с этим клиентом получить деньги заранее, чтобы когда приедет такси, вы уже не сможете получить деньги, потому что вы не передадите этому таксишнику терминал оплаты, и клиент не сможет оплатить. И вы выставляете ему этот чек, этот счет условно, который он сразу же в реалтайме оплатит. Сейчас появилась возможность у двух операторов подключить очень легко Apple Pay и Google Pay. Это вообще оплаты становятся фактически мгновенными. Ты просто лицо показал или там пальчик поднес к телефону, денежки у тебя списались. Очень быстро, легко, клиенту ничего не надо оформлять, он просто получает уже готовый заказ сформированный, в котором просто нужно оплатить. Пойдем дальше или вопрос посмотрим? Ну давай, ты иди дальше, а я буду вопросы иногда... На самом деле CRM оплата работает в BitX24 уже, наверное, полтора года, и мы поговорили с теми пользователями, кто уже использует эту возможность, что они думают об этом, и что клиенты им говорят о такой возможности принимать, точнее делать платежи. Вот здесь много отзывов. Давайте сначала посмотрим вообще, кто этим пользуется, какие сферы бизнеса. Мы видим, что здесь и доставка цветов, и туризма, и какие-то медицинские услуги, и даже фитнес-клубы. Мои любимые легковые прицепы. Да, да, легковые прицепы, различные интернет-магазины, доставка одежды и так далее. То есть сферы абсолютно разные, так или иначе применяют этот функционал для себя. И мы видим, что покупатели говорят, что для них это удобно, для них это как бы как должное. Вот это самая ключевая, наверное, здесь фраза, что покупатели относятся к этому функционалу как к должному. Их не удивляет такая возможность. Я согласен. Здесь не важно, что этим пользуются. Этим 100% пользуются и все больше и больше компаний. Здесь, наверное, самое важное и самое главное во всей этой истории, что для клиентов, когда их спрашивают классно, удобно, интересно, там разные вопросы под разными соусами задавали, они говорят, а что, как-то по-другому может быть? Да это нормально, я и так и ожидал, что мне сейчас пришлют, и я быстро сделаю платеж. То есть клиенты уже не осознают, что это будет по-другому. Они считают, что это должно быть в любой современной компании. И если я скажу, что да приезжай ко мне, тут рассчитаешься налом, но я думаю, после того, как трубочку положат, клиент просто делает звонок другому соседнему магазину и получит там тот же заказ, который он хотел сделать у нас. Ну и хочется сказать, что удобно на самом деле не только покупателям, но и самим менеджерам. Несмотря на то, что, естественно, при появлении чего-то нового они могут сопротивляться, все-таки это новый процесс, который им нужно осваивать так или иначе, но по факту отправить ссылку на оплату после разговора с клиентом или после общения с клиентом в чате, для них намного проще, чем консультировать клиента по телефону или в том же чате о том, как на сайте сделать заказ. То есть здесь менеджер сконцентрирован на, собственно, продаже, да, он рассказывает о каких-то преимуществах товара, он там дает консультацию там по составу товаров, по его качеству, а не рассказывает клиенту, как зайти там в интернет-магазин, на какую кнопку нажать и как сделать покупку. То есть его работа, собственно, сводится теперь действительно к продаже товаров, а не к консультации о том, как работать в интерфейсе того или иного интернет-магазина. Ребята пишут в чатике, что маркетплейсы отжимают клиентов еще и другим способом, предлагая им товары по более низкой цене, как они считают ниже себестоимости. На самом деле с себестоимостью там все хорошо, у них просто входная цена сильно лучше, чем у нас, как у маленького бизнеса. Но да, это будет происходить, и вам на самом деле нужно ассортиментную матрицу немножко менять, переходя в те ниши, которые не обслуживают такие магазины. Что они могут сделать и никогда не будут делать маркетплейсы? Они не будут обслуживать товары сложные, они не будут обслуживать товары, по которым нужно делать консультации. Маркетплейс не сможет коммуницировать с клиентами. Его задача, это, наверное, основное отличие любого маркетплейса от обычного магазина, у регионального магазина. Его задача ни в коем случае не разговаривать с клиентом. Если я поговорил с ней как с клиентом, я, скорее всего, сработал в минус, потому что моя маржинальность очень низкая. Поэтому я буду всяческими способами ограничивать общение с ней, как с человеком, напрямую. Максимум она с кем может поговорить, это прийти на точку выдачи и попробовать вынести мозг тому сотруднику, который там стоит. И то там обычно очередь небольшая, там 2-3 человека, просто делается быстрая выдача, и она там особо не поговорит. Да и сотрудник в этом центре, скорее всего, не разбирается ни в товаре, не сможет оказать никаких консультаций. Его задача просто выдать вашу посылочку или там ваш заказ, который вы получили. Поэтому в этом и есть преимущество вас как бизнеса. Выберите те товары, по которым действительно вы сможете быть мастером, разбираться в них, давать консультации, помогать вашим клиентам. И клиенты с удовольствием будут покупать у вас их даже по высшей цене, потому что они не смогут это сделать там, не разбираясь в этом товаре. Пойдем дальше или вопросы? Да пойдем дальше, я буду их вкраплять потихонечку. В этом релизе мы показали новинку, это CRM оплата через WhatsApp. На самом деле функционально здесь все то же самое практически. Менеджер также нажимает принять оплату, но если у него подключена CRM оплата через WhatsApp, ссылка на оплату летает клиенту не в SMS-сообщении, а в WhatsApp, если вдруг, если у клиента, точнее, к номеру привязан WhatsApp. Если нет, то ему также улетит SMS-сообщение. И какое здесь ключевое отличие? Отличие в том, что клиент может продолжить общаться с менеджером, он может написать что-то в чат, таким образом создастся чат в этой сделке, где менеджер сможет продолжить консультировать клиента уже не в чате, не по телефону, простите, а в чате. Это самое главное в этой всей истории на самом деле. Когда вы отправляете SMS-ку, вы подразумеваете, что если вдруг у клиента остались вопросы, ему придется перезванивать. Это не всегда удобно клиенту, особенно когда продается достаточно сложная какая-то техника. В этой схеме вы можете составить так предложение, когда оно будет уходить клиенту, в котором вы ему говорите, что если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите нам в чате. Клиент спокойно пишет в чате и может в спокойном ритме задавать какие-то дополнительные вопросы по товару. Он уже даже сделал платеж, но может дальше получать от вас какие-то консультации. И вы, когда взаимодействуете с ним в чате, выясняете у него какие-то определенные вопросы, вы можете сработать на ту историю, от которой маркетплейсы отказываются. Это увеличение среднего чека. Сделать допродажу какого-то товара дополнительного к тому, что покупает клиент. Потому что если маркетам выгодна частотность, они приучают клиента к всей этой истории, то для вас, как для малого бизнеса, все-таки остается хорошая и интересная история увеличения вашего среднего чека и получения больше денег с клиента. Здесь по дороге есть хорошие вопросики. Давайте тоже немножко поотвечаем. Спрашивают ребята, какой процент удерживается при оплате и когда начнется работа с самозанятыми? Давайте на два вопросика найти и ответим. Процент удерживается в зависимости от оператора, через которого вы получаете платежи. На оператор на рынке есть разный. И это еще сильно зависит от вашего типа бизнеса. И от объема продаж. От объема продаж, да. В среднем процент 3,5% с платежа. Да, процент такой достаточно чувствительный, но не смертельный. Если у вас более-менее есть какая-то хоть маршинальность в этой всей истории, это лучше, чем на самом деле с вас удержит тот же самый маркетплейс, во-первых, крутя ваши деньги, во-вторых, тоже получая с вас какую-то маржу за то, что делает вам продажу. Сразу воспользуюсь возможностью и скажу, что если вы подключитесь через Битрик-24 к Робокассе, это платежная система в течение этого лета, то ставка будет составлять 2,9% на первые 3 месяца, если я не ошибаюсь. Все верно. И второй вопрос с самозанятыми. К сожалению, мы не можем их поддерживать, потому что сейчас нет ни одного оператора, который принимает деньги, который бы работал с самозанятыми. Из-за проблем именно законодательного уровня самозанятыми могут продавать только услуги и могут продавать только товары собственного изготовления. И видать из-за этого какие-то есть тонкости, до сих пор платежные системы их не поддерживают. Но самозанятым можно переводить деньги на карту Сбербанка того же самого или на карту, которую он открыл. И это будет законно, потому что эта карта может быть привязана к его счету, с которого и списываются налоги. Это вполне рабочий вариант. Конечно, это не очень удобно при потоке большом. Там потом очень сложно разобрать эти платежи. Но это может быть сложно. Алексей пишет, «Все мы знаем, как делаются отзывы». Алексей, здесь как раз отзывы показаны не для того, чтобы показать вам отзывы, а показать, что в этих отзывах есть ощущение у клиентов, что эта штука само собой разумеющаяся. Вот это самое важное в них. Нам не важны эти отзывы, хотя мы их собирали реально обзванивая клиентам. Нам очень важно было понять, как они воспринимают всю эту историю. Но для нас важен был вот этот именно вывод, что клиенты уже не осознают, что эта штука – это что-то экстраординарное. Раньше говорили, что это e-com бизнес, это какой-то онлайн бизнес. Нет, нет уже никакого онлайн бизнеса, e-com бизнеса. Клиент это просто воспринимает, как должное. Он просто должен оплатить. Ему просто прислали каким-то способом ссылочку на обладку. Он его просто сделал. Все. Поэтому здесь нет никакой проблемы. Так, здесь Алексей спрашивает, будет ли когда-то возможность автоматически выбирать при онлайн платеже подстановку какого конкретного юрлица. В интернет-магазине у нас есть такая настройка, мы умеем это делать. Здесь, к сожалению, пока такого нет. Теоретически это может появиться, но пока не было особых запросов от клиентов, мы пометим, подумаем. Вообще есть такая возможность это сделать. Ну, постараемся когда-нибудь ее реализовать. Так. Да, будет описываться не только CRM-оплата. У меня проконсультируется, а купит на маркетплейсе. Ну, вы переоцениваете клиентов, и, конечно, такое тоже может произойти. Это на самом деле бесящая история онлайновых магазинов сейчас. Ты приходишь в магазин, говоришь, я хочу куртку померить, а тебе говорят, а ты ее точно брать будешь? Ну, вот после этого точно не буду. И даже если она мне очень сильно нужна, я либо куплю в каком-то соседнем магазине, либо куплю ее в онлайне, и это сделаю. Тут все зависит от того отношения, как вы делаете с клиентом, и насколько ваши консультации, понимаете, не по... Вещь, которую он покупает, не всегда заканчивается консультацией. Обычно сложную вещь надо то монтировать, то обслуживать, то еще что-то, и он вынужден будет с вами дальше работать. Сделайте кнопку, возможно, скрывать кнопку, принять оплату. Зачем ее скрывать? Это же классная история. Так. Платные консультации отсеивают. Робокассы работают с самозанятыми. Ну, вот нет у них такого API, работы с самозанятыми. Они, может быть, работают с ними как-то напрямую, там через какую-то свою историю, но мы не видели, чтобы это было в API, чтобы мы имели возможность предлагать это самозанятым. Мы посмотрим, Юкаса тоже говорит, что работает. Давай посмотрим, может, что-то изменилось, но что-то я не видел такую историю, чтобы они работали именно с самозанятыми. Так, ну, побежали дальше. Давай дальше. Следующее звено современных продаж, это доставка, как мы уже сказали, мы называем ее CRM-доставка. Давайте немножко поговорим сначала про то, как вообще вы можете организовать доставку. Конечно, вы можете сделать свою доставку, нанять каких-то курьеров, машины найти и контролировать, собственно, курьеров, как своих собственных сотрудников, да, какие преимущества это даст. Вы сможете их одеть в нужную вам одежду, чтобы они были в каких-то брендированных, например, футболках. Вы сможете следить за качеством общения с клиентами, вы сможете, например, рассказать им, как отдавать товар клиентам и так далее. То есть весь сервис в этом случае будет на вашей стороне и вы сами сможете его контролировать. Кроме того, вы сможете принять оплату клиента на месте, дав терминал вашему водителю и таким образом делать доставку с приемом платежей уже у клиента. Но здесь, наверное, самый большой минус это то, что эти курьеры становятся полноценными сотрудниками, да, они могут болеть, они могут не приходить, они должны быть всегда заняты и вам нужно следить за их вообще производительностью и за их работой. Кроме того, если вдруг у вас бизнес как-то связан с сезонами или с праздниками, вот в пике праздников вам, конечно, будет сложнее масштабироваться и нужно будет привлекать каких-то новых людей для организации доставки по всем заказам. Можно пойти другим путем и можно через сервис доставки подключить доставку. В этом случае, конечно, курьеры не будут в вашей фирменной одежде и их полностью будет контролировать уже сервис, да, вам не нужно будет обслуживать этих курьеров, не нужно будет за ними следить. Здесь, наверное, из минусов то, что если вы производите какие-то уникальные товары, то вам нужно будет выбирать, соответственно, и тот сервис, который эти уникальные товары сможет довести, например, там, не знаю, что-то очень хрупкое или какие-то габариты, которые не вписываются в стандартную машину или, допустим, сервис каких-то пеших курьеров, то есть вам нужно будет учитывать все эти моменты. У нас в Bittrex24 реализована доставка через Яндекс.Го. Давай пока будем, ну, прежде чем будем показывать, еще немножко мы отвечаем на вопросики, а то они убегут, и потом мы их пропустим. Тут Алексей говорит, сравните ваш Bittrex с OpenCart и UMI. Ну, вы интересны, конечно, Алексею. Вы сравниваете космолет с самокатом. Bittrex – это космолет для взрослых, а система, которая строит и делает огромные сложные магазины, а UMI – это вообще SaaS-сервис в большинстве своем. OpenCart – тоже достаточно простенькая история. То есть нельзя сравнивать эти два продукта, даже три продукта, они просто проразны для разных аудиторий. И вот последние два продукта, они особенно последние, у них уже как таковых и клиентов не остается, потому что интернет-магазин либо это что-то сложное, огромное, то, что делают, проектируют и выпускают для того же какого-то огромного магазина, либо это уже что-то совсем простенькое, то, что мы сегодня будем показывать, и оно в виде SaaS-сервиса, и это уже не про Bittrex, именно коробочное решение для интернет-магазина. Спрашивают, нужна для выгрузки товаров 1S или мой склад. На самом деле у большинства клиентов не так много товаров, и вы можете просто занести их сами. Причем не нужно их специально заносить, мы сделали все так, что вы, когда выставляете оплату, вы можете сразу же ввести название, цену, единицу измерения этого товара, загрузить какую-то картинку, если она требуется, там все сильно зависит от товаров, и у вас постепенно, через некоторое время наберется товар внутри этой системы, и вы будете с ним работать. Это можно делать достаточно на ходу, и чем больше вы будете работать, тем быстрее это будет все набираться. Здесь ребята пишут, что, да, Робокаса перестала работать с самозанятыми, раньше работала, но я тоже не видел, чтобы они работали, поэтому мы это не подключили. И здесь вопрос по юридическим платежам между ИП и ООО. Мы сейчас доделываем, переводим на новые интерфейсы, на новую схему работы счета. Вот в счетах у нас появится возможность, там тоже будет кнопочка принять оплату, а может быть, сделаем универсально, чтобы в сделках это работало, чтобы можно было нажать кнопку и выставить оплату именно юридическим лицам. Будут подключены, скорее всего, две системы, потому что пока это не универсальная история, это работает внутри этих банков. Мы договорились с TKS Group, это Тинькофф, и мы договорились со Сбербанком. Вот эти два банка подразумевают и поддерживают API выставления счетов юридическим лицам, и вот они будут внутри нашей системы поддерживаться. И мы сможем выставлять эти счета и ПЭшникам, и ОООшникам. Здесь еще писали, что у них оплата планов питания и можно выставлять оплату через интернет. Я скажу даже больше, у нас есть возможность рекуррентно выставлять платежи, когда у вас, например, люди подписываются на планы питания и эти планы питания нужно, например, еженедельно, ежемесячно выставлять. Это тоже можно сделать. Мы поддерживаем, правда, одного провайдера для такой истории, это Юкасса, через него можно это делать. Мы собирали похожую схему для ребят из «Верю в чудо». Это благотворительный фонд, который делает подписку на благотворительность. Ты можешь, например, оплатить 100 рублей и там она ежемесячно будет списываться, они присылают отчетики. Вот как раз было собрано на нашей CRM-ке. Мы помогли ребятам. И рекуррентно эти суммы в автомате списываются. Вы даже можете делать такое. Ребята спрашивают, почему нужно выбрать CRM от Bitrix, а не 1С. Ну, можно выбрать любую CRM. Мы не настаиваем, чтобы вы выбрали нас. Ну, а есть ли возможность внутри CRM от 1С, подключить каналы, принять оплату, вызвать доставку. Если есть, то вы можете работать с ними. Пожалуйста. Да, мы сейчас рассказываем вот про такую часть, наверное, нашего CRM и всех ее возможностей. Так, ну, побежали дальше. Давай дальше. Покажем, как работает доставка внутри Bitrix 24. Точно так же в сделке я нажимаю на кнопочку доставка и здесь могу указать, какие товары повезет доставка, откуда их она должна забрать и куда повезти. Доставка работает через Яндекс.Гоу. Здесь идет расчет стоимости, то есть Яндекс говорит вам, какую сумму он спишет с вашего лицевого, с вашего счета, счета там, у них называется отличный кабинет доставки, какую сумму он спишет с этого вашего счета за эту доставку. Но вы, как Юра уже говорил, можете эту доставку сделать бесплатно, например, или наоборот увеличить ее в какую-то большую сторону, например, у вас вся доставка стоит 300 рублей, а Яндекс посчитал вам 150, вы все равно меняете ее на 300 и как бы остаетесь в рамках 300 рублей по доставке. Что здесь ключевое? Ключевое, что менеджер точно так же видит, где сейчас доставка, он видит, поехала ли машина к вам, поехала ли машина к курьеру, что это за машина, он видит номер водителя и так далее. То есть менеджер имеет полный контроль за этой доставкой, видит ее статус и когда она завершена, тоже видит, что она завершена и если нужно, например, может клиенту что-то подсказать и сказать, что вот доставка вот-вот у вас будет. Ну и естественно, когда вы выставляете доставку, вы видите, во-первых, все статусы, вы делаете предварительный расчет и вот здесь нужно быть очень внимательным, потому что вы, например, можете делать расчет, вот я разговариваю, например, с Катей, она утром сделала мне звонок и я сделал расчет, мне система посчитала там 200 рублей. Но это утро, не загруженные дороги, нет, например, пробок, еще не дай бог это какое-нибудь там утро, дня, где действительно нет нагрузки. И вы должны как менеджер осознавать, что, блин, она хочет доставку, например, там в 18 или в 19 часов вечера, когда будут перегружены дороги и цена, скорее всего, будет другая. И у нас есть поле, в которое можно ввести ту стоимость, которую вы считаете необходимой для выставления клиенту. Эта стоимость даже может чуть-чуть быть выше, чем реально вам потом посчитают. Когда вы реально вызовете машину, система пересчитает стоимость, она будет уже окончательной и фактической, и вот деньги снимут с вас те, которые посчитают, а вы можете клиенту выставить какую-то другую стоимость и получить с клиента деньги. Алексей здесь спрашивает еще в чатике, я немножко тоже по вопросам пробежимся, как организовать работу с консультациями, тоже выставляя счета. А чем консультация на самом деле отличается от оплаты, от товара? Наверное, ничем. Вы по телефону говорите, консультации у нас платные, стоимость часа консультации там 500 рублей. Все, выставляете клиенту 500 рублей, он их оплачивает, после этого начинается консультация, не знаю, в Скайпе, в Зуме, еще где-то там в Битриксе. У нас есть возможность делать конференции с внешними клиентами. И все, и вы начинаете работать, никаких проблем в этом нет. Алексей говорит, этот функционал рассчитан на микробизнес, самозанятых, или первый шаг к прощанию с ИМ и ЦМС. На самом деле, это функционал для всех клиентов, которые хотят работать в новых условиях, когда бизнесу нужно взаимодействовать с клиентами, отправляя заказы. У нас есть клиенты, которые делают в день... Сколько у меня было заказов в день? Ну, больше 100 точно. Да, там больше соточки заказов было. У нас есть клиенты, которые делают больше 100 заказов в день, именно вот таких ручных заказов. Это на самом деле огромное число. Это не автоматизированные заказы через интернет-магазин, где там проблем нету, и тысячу заказов сделать. Здесь менеджер ответил, проконсультировал, выставил счет, деньги поступили и так далее. А есть клиенты, у которых это может быть один, два, три заказа. На самом деле, это интересно для бизнеса, у которого хотя бы в день 3-5 заказов. Тогда это уже становится интересно. Тогда это действительно удобно, автоматизировано. И здесь интерес даже не только в том, что вы консультируете клиента, а в том, что вы его дожимаете. Мы смотрели за конверсией всей этой системы, и мы видим, что конверсия при таком подходе 98-96%, потому что менеджер, видя в таймлайне, что, например, у Кати не хватило денег на этой карточке, он может позвонить клиенту и сказать, Екатерина, у вас не получилось с платежом, давайте попробуем с вами по-другому оплатить. И поможет Катя действительно сделать платеж. Вы как бы ведете клиента до конца, убедиться, чтобы он действительно оплатил. И вот это важно в этой всей этой системе. И это вот не про малый бизнес и не про самозанятых. Все-таки самозанятые, это ребята, которые, блин, крутятся, как белка в колесе, саммит, они не имеют права держать сотрудников. Это история все-таки про тех, у которых есть реальные сотрудники продаж, которые работают сотрудники как отдел продаж, и они занимаются продажей. А кто-то делает отгрузку, кто-то делает какие-то доставки, кто-то занимается там изготовлением какой-то истории. То есть все-таки эта история рассчитана на более взрослых клиентов. Так, какие здесь еще интересные вопросы есть? Мне на Битриксе за простой магазин выставляют от 140 тысяч рублей. Не понимаю, что такое простой? Возможно, здесь имеется в виду битрикс управления сайтом все же. Не знаю, что такое. А, за простой магазин. Господи, слово такое. За простой магазин выставляют 140 тысяч рублей. Так, ребят, еще раз, а нужен ли вам интернет-магазин? Готовы ли вы конкурировать на текущем рынке за трафик, который стоит огромных денег? Вы уверены, что вы победите конкуренцию с маркетплейсами? Вот я не уверен. Если обратить внимание, что середнячок весь вымер, все интернет-магазины среднего бизнеса закрылись, как таковые, либо переформатировались в какую-то другую схему работы, вот в такую, например. А стали существовать только уникальные магазины, которые предоставляют какой-то уникальный товар, от которых невозможно отказаться. Поэтому сейчас, вот мы выше, поэтому и написали, а нужен ли вам интернет-магазин? В данном времени очень тяжело будет открыть интернет-магазин, очень тяжело будет его раскачать, потому что все-таки интернет-магазин это полная автоматика, это нулевое взаимодействие с клиентом, и тут придется прям гнать тонны трафика, а трафик очень дорогой. Вы можете не окупиться в этой всей истории. Поэтому, есть ли смысл это делать, или может быть, есть смысл что-то попробовать другое. Либо, если вы действительно большой бизнес, вам действительно нужен интернет-магазин, но тогда бы у вас не стояло вопрос отдать 80 тысяч или 140. Хороший магазин, собранный, нормальный, действительно, под хорошую нагрузку, но он не будет 140 тысяч стоить. Он скорее пару-тройку миллионов будет стоить, а еще потом будет дальше требовать каких-то денег на поддержку, хостинг и так далее, и так далее. И самое дорогое это трафик, который вы будете рекламу еще больше. Поэтому, когда вы задаете такой вопрос 140 или 80, ну вам, наверное, не нужен интернет-магазин, и вам нужно подумать немножко в другую сторону. А Bittrex это не 1С разве? Ну, это не 1С. 1С сам по себе, Bittrex сам по себе, но Bittrex является компанией, партнером 1С. То есть, мы имеем, 1С имеет долю в нашей компании, но мы работаем как самостоятельные компании. Они занимаются все-таки софтом больше для учета, для каких-то учетных систем, а мы занимаемся все-таки больше электронной коммерцией, CRM-ом, офисными какими-то вещами и так далее. Так, у меня будет около 500 товаров, и мне нужно, чтобы была постоянная интеграция со складом, чтобы знать, что нужно пополнить, и чтобы отказалась. У нас есть интеграции с 1С, у нас есть интеграции и с моим складом, у нас есть приложение внутри маркетплейса для моего склада, оно достаточно популярное. Не знаю, насколько оно хорошее, все-таки это интеграция, не наша, мы не знаем, как это работает. Интеграция с 1С, это достаточно сложная история, это реально сложная история, и за ее настройку, скорее всего, с вас возьмут хорошие деньги, это не очень легко и тривиально сделать, но после настройки это просто начинает работать. Можно теоретически пользоваться. такой истории. Так, будет ли карта и трекер? Не понимаю, что это карта и трекер. Я думаю, имеется в виду по тому, где сейчас едет машина, курьера. Она у нас была, но, к сожалению, нам пришлось убрать ее из-за API Яндекса. Если будет возможность, мы добавим и карту. Другие службы доставки будут появляться, мы сейчас делаем универсальное API, начинаем расширять эту всю историю, и, скорее всего, до конца года мы добавим, ну, там, десяток, да, у нас запланировано службы доставок, которые мы добавим, и они начнут работать. Не совсем понятно, а где витрина, бэк-офис. Да нет никакой витрины. Какая витрина? Про витрину сейчас немножко поговорим дальше, но на самом деле уже нет никакой витрины. Вы даете свою рекламу, просто введя ее на карты. Вас люди могут найти на карты. Вы даете рекламу, где и указан просто ваш номер телефона и так далее. Вы ведете социальные сети, где показываете свои товары. работаете с социальными сетями. Тот же Инстаграм, ВК, Фейсбук. В зависимости от вашего сферы деятельности, они могут по-разному для вас работать. И вот это и есть уже ваша витрина. То есть, ваша витрина должна быть везде, где вы коммуницируете с вашей аудиторией, а вы лучше знаете, где ваша аудитория с вами коммуницирует. Вот в бизнесе моей супруги коммуникации идут через Инстаграм. Он, обалдеть, популярный, очень большое число чатов в день проходит. Очень хорошо работает канал звонков. Номер телефона сохраняют, номер телефона высвечивается и в поиске, и везде, и на каких-то страницах делаются звонки, и в звонке продаются. То есть, нету как таковой централизованной витрины, но клиент получает страничку, на которой может увидеть товар, посмотреть товар и сделать оплату. Побежали дальше, а я немножко буду еще вопросы читать. Хочу сказать про нашу акцию, которая идет до конца лета. Что вы можете получить в рамках этой акции? Во-первых, если вы работаете с Bitrix24 на коммерческих тарифах, то вы можете получить бесплатные WhatsApp сообщения и SMS сообщения для отправки ссылок таких на оплату клиентов. То есть, вам не нужно будет подключать какой-то SMS-сервис, не нужно будет за него платить. Все сообщения будут уходить через наш встроенный сервис, и это для вас будет абсолютно бесплатно. Робокасса предлагает свой тариф. Вот как раз спрашивали скидки на тариф, как раз есть возможность немножко сэкономить 3,5-2,9 и при таком средненьком обороте экономия прям существенная получается. Да, это, к сожалению, только на 3 месяца. Да, и Яндекс.Гоу тоже при подключении к сервису до 18 июня вы получите 30% скидки на 250 доставок в месяц. На самом деле, это отличная возможность попробовать работать с этим сервисом, и скидка, мне кажется, достаточно значительная. Если у вас не получается подключить этот функционал самостоятельно, например, или вам нужна помощь по обучению ваших менеджеров, по выстраиванию каких-то процессов в компании, вы можете обратиться к нашим партнерам, они вам в этом помогут. Вот можете отсканировать QR-код или зайти на этот сайт, там есть вся информация и по этим сценариям, и по предложениям, и по партнерам, которые вам помогут. Пока будет висеть немножко QR-код, я еще немножко на вопросики поотвечаю. Здесь спрашивают, что мобильное приложение не подходит полноценно, и в нем сложно работать. Да, сейчас текущее приложение мобильное плохо работает с CRM-кой, оно не очень хорошо адаптировано до каких-то интересных сценариев гибких, но мы со следующего релиза начинаем плотненько заниматься именно CRM-кой, и я думаю, в течение там релиза двух мы его вынесем на какой-то хороший уровень. Ребята спрашивают, сколько будет стоить Bitrix24 на 1000-2000 товаров. На самом деле, количество товаров не особо имеет смысл. Тариф платный для этой истории, поддерживается это с тарифа CRM-плюс на данный момент, это 2990 рублей, и вы можете пользоваться прекрасно интернет-магазином, ну, не интернет-магазином, а этими возможностями. И не только ими, а всеми возможностями, что в рамках этого тарифа есть Bitrix24. Здесь ребята как раз говорят, что нулевое взаимодействие с клиентом не вариант для малого бизнеса. Полностью с ребятами согласен. Так. У вас есть возможность на одном из тарифов создать до 10 сайтов. Расскажите подробнее, можно ли эти сайты работать как интернет-магазин? Да, у нас можно и десяток интернет-магазинов создать на платных тарифах. Зачем? Непонятно. Так. Наш товар низкомаржинальный, вся прибыль уходит в маркетплейсы, и ограничений у МВ много. Не работайте с ними. Да, мы с этого и начали сегодня. Либо работайте параллельно, да, с какими-то еще возможностями. На самом деле вся сложность маркетплейса и работы с ними, это кроме того, что вы им как бы отдаете товар и не сразу получаете деньги, на самом деле может произойти какая-то такая ситуация, когда они могут от вас отказаться. Они вам не дают ни клиентов, вы не взаимодействуете с клиентами, и это тоже для вас опасность. Поэтому я бы все-таки не уповал на маркетплейсы, и даже если вы с ними сейчас работаете, развивал несколько каналов. То есть есть канал маркетплейса, вы с ним можете взаимодействовать, но надо развивать что-то еще, потому что иначе в какой-то момент времени можно остаться без штанов. И вас могут и турнуть, и могут поднять ставки, и ваш низкомаржинальный товар может еще быть менее выгодный для продаж, и вам будет невыгодно его делать. Да, но... Дегустифицируйтесь. Нужно понимать, что если сейчас у вас хорошо идут продажи на маркетплейсе, то у вас нет возможности делать какие-то дополнительные продажи или дополнительные предложения этим клиентам, потому что у вас нет их контактов. Если бы у вас были были номера телефонов, например, этих клиентов, вы могли бы им делать какие-то предложения по праздникам, да, делать какую-то рассылку, делать рекламу на похожую аудиторию. Но поскольку вы работаете только через маркетплейс, у вас нет связи с этими клиентами, и вы их, к сожалению, можете потерять. Здесь как раз ребята пишут, а зачем мне ЦРМ, если я работаю с Азоном? Вот она для этого и нужна, что вы сегодня с Азоном работаете, а завтра Азон ваш товар продает под собственным брендом, и вы больше не нужны. Такое тоже может случиться. Это мы видим, например, на примерах больших маркетплейсов, западных магазинов, где начинается замещение тех ниш, в которых товары очень много продаются, начинают замещаться напрямую под брендами, там у того же Амазона, например. То же самое может произойти и у нас. Никто от этого не застрахован. Да, но мы не пытаемся сказать, что нужно всем уходить с маркетплейсов, мы пытаемся сказать... Да, надо и там, и там работать. Вы можете работать и хорошо работать с маркетплейсами, да, огромный оборот, это быстрые продажи. Там надо работать, особенно если ваш товар имеет возможность быть конкурентным и вы зарабатываете на этой истории. Но вы не должны уповать на этом и не должны опускать руки и говорить, фух, классно, мне повезло. Вам повезло на какое-то ограниченное время. Поэтому надо очень хорошо диверсификацию делать и делать другие каналы. Дмитрий здесь пишет, что он подключал бэк-офис, насколько я понимаю, это бэк-офис 1С, и у него там что-то не получилось, ему сказали, нужно ждать какое-то обновление от Битрикса. А я попробовал партнера поменять сначала. Ну, то есть попробовал к другому партнеру обратиться, объяснить ему ситуацию, может быть, и не надо будет ждать никаких обновлений у Битрикса. Кто его знает? Попробуйте. Потому что бэк-офис, ну, достаточно популярная история, у нас очень много клиентов им пользуются, и если бы что-то не работало, либо мы это уже давно поправили, либо там какой-то сценарий, который мы не хотим его делать, можно его сделать, например, по-другому. Поэтому попробуйте поговорить просто с другими партнерами, может, данный партнер просто не знает какую-то ситуацию. Так. Ну, побежали дальше, я буду дальше читать немножко вопросы. Я вижу, там вопрос есть про Инстаграм и то, что Илья ведет клиентов с Инстаграма на сайт. Вот как раз сейчас, наверное, будет информация для Ильи в том числе. Да. Мы будем рассказывать про то, как работает CRM плюс интернет-магазин. Мы этот функционал выпустили тоже совсем недавно. Это новый интернет-магазин. И в чем его отличие? Мы понимаем, что сейчас уже нет необходимости, мы про это говорили, делать какой-то большой интернет-магазин, тратить много на это денег и так далее. А главное, просто показать витрину товаров, показать, какие у вас есть товары, поставить эту ссылку на этот магазин в нужные социальные сети, например, в тот же Инстаграм, и быстро сделать продажу клиентам или просто получить контакты этого клиента. Причем показать витрину в нужный момент времени в очень ограниченном виде, чтобы быстренько дать клиенту возможность выбора. То есть у нас получается два типа продаж. У нас есть продажа прямая. Когда я поговорил с клиентом, с той же Катей, взял конкретный товар, она там захотела мышку и выставил ей в виде счета на оплату, в виде вот этого документа, который в ссылочке пришел. А может быть вариант, когда Катя говорит, я хочу мышки посмотреть все. Ты даешь ей страничку определенного интернет-магазина, отправляешь в ту же самую смс-ку, кидаешь в Инстаграм, вот как делают ребята, здесь правильно пишут, и вы ведете клиента для какого-то выбора. Либо вы берете эту ссылку на этот интернет-магазин и сами заходите в свою аудиторию, там в ВК-группу и пишите, девчата, новые купальнички, налетай, вот ссылочка, оформляйте заказы, все. И вы тем самым упрощаете процесс оформления заказа внутри той соцсети, где делаете. Вы не несете трафик, вы не тратитесь на трафик, но вы можете использовать ее вот как ситуационную витрину для того, чтобы дать возможность вашим клиентам системно просто оформить заказы, чтобы вы потом не в чате выискивали, какие там заказы они наоформляли, а чтобы они сделали оформление самостоятельно, это все попадает в виде сделок к вам внутри CRM-очки и вы ее спокойненько обработаете. Да, и еще есть сценарий, когда вы запускаете рекламу и я листаю ленту, вдруг натыкаюсь на какой-то красивый товар, нажимаю и оказываюсь на вашем сайте, где уже делаю какую-то покупку. То есть в чем отличие этого интернет-магазина, что его очень быстро создать, вам не нужно заниматься публичной частью, то есть вам не нужно настраивать его дизайн, делать какое-то оформление, делать верстку в интернет-магазине. Самое главное, что нужно сделать, это указать название вашей компании, указать номер телефона, чтобы клиент мог с вами связаться и загрузить товары, естественно, с какими-то красивыми фотографиями, чтобы их хотелось смотреть и листать. Это как раз в ответ на вопрос Юли, когда она говорит, что мы ее отговариваем создавать интернет-магазин. Мы не отговариваем. Мы предлагаем создать правильный интернет-магазин, который правильно будет работать в современных реалиях. Не нужно делать интернет-магазин как автоматизированную систему. Нужно делать интернет-магазин новой формацией, когда он работает немножко по-другому. Причем вот здесь самое важное в этом интернет-магазине, вы его не создаете. Вы не занимаетесь ни публичной частью, вы не занимаетесь настройкой, как выглядят товары, вы не занимаетесь вообще ничем, вы занимаетесь бизнесом, вы занимаетесь тем, что вы завели ваши товары, причем под заведением товара мы подразумеваем название, телефон, картинка, цена, единица измерения и все, и товар уже попал в интернет-магазин. И ваша задача дальше обрабатывать заказы, раскидав этот магазин в разные источники. Вот это современный подход к текущему интернет-магазину для среднего и малого бизнеса. И здесь важно, что обрабатывать заказы там же в сделках СРМ, то есть там же, где вы принимаете звонки от клиентов, общаетесь с ними в чате, там получаете заявки с форума или с вашего сайта, там же к вам прилетают заявки с интернет-магазина, и менеджер точно так же дожимает клиента, общается с ним, ну или уже организует доставку. Я видела там вопрос про стоимость этого магазина, он нисколько не стоит. Да, мы его сейчас создадим с вами за 120 секунд условно. И это живет внутри вашего Битрикс24, вы платите только за тариф, и в рамках тарифа вы пользуетесь всеми возможностями, что есть Битрикс24, то есть вам не нужно отдельно платить за этот интернет-магазин. Да, вы не покупаете интернет-магазин, вы просто вот оплачивая тариф того же СРМ-плюса, например, вы получаете интернет-магазин в том числе, и вы получаете и СРМ-доставку, и СРМ-оплату, и все вот это вот, это все входит просто в тариф. Да. Вы этим просто пользуетесь. И вот как раз мы сейчас посмотрим с вами, как создать условно, вот как вы говорите, создать интернет-магазин. Запустился мастер, вы просто немножко ждете, заполняете минимум информации, красивое название, оно сразу же валидируется, говорит, занято оно или не занято. Заполняете название вашего магазина и номер телефона, по которому вы будете принимать звонки. Вы можете посмотреть демо-товары, пусть они поставятся, ничего плохого в этом нет, замените потом на свои, но вы увидите, как создаются товары, как пример вам это будет полезно. Дальше вы просто нажимаете далее, и все, магазин уже создан. На самом деле магазин уже создан, был на самом первом шаге, где вы вводили там название компании, он уже у вас работал. Здесь мы просто даем этот мастер, чтобы вы могли пощупать, а как же работает мой интернет-магазин. Мы даем возможность перейти по QR-коду на ваш мобильный телефон, чтобы вы посмотрели вживую, как это выглядит, уже посмотрели. Система видит, что вы сделали такой переход и говорит, что вы посмотрели на ваш магазин. Вы можете его полистать, можете повыбирать товары, подобавлять их в корзину. Это демо-товары, вы можете их потом удалить и использовать полностью товары какие-то свои. Вот так вот сделан интернет-магазин, он уже готов, он готов к продажам простеньким, и вы его спокойненько уже фактически запустили. И вторым шагом, которым мы предлагаем, это оформить заказ. Если обратите внимание, заказ очень простой. Мы спрашиваем у клиента только номер телефона и только его имя. Этого достаточно для того, чтобы уже в вашей ЦРМ-ке создался заказ, на который вы можете отреагировать звонком клиенту, чтобы сделать какие-то дополнительные консультации. Либо вы можете выставить оплату. Либо клиент, если он не хочет разговаривать с менеджером, он может нажать «хочу оплатить сам сейчас», система его перебросит на страничку с оплатой. Это та же страница, которую менеджер может сгенерировать для клиента персонально и сделать оплату сразу же. То есть вы работаете как бы немножко с двумя аудиториями. Вы работаете с аудиторией, которой нужно оказывать консультации, у которой достаточно спросить имя и номер телефона. Либо вы можете работать с аудиторией, которая может сделать оплату сразу, и вы уже просто сделаете им доставку. Да, и на самом деле, если на старте вы не подключите, например, платежную систему по какой-то причине, интернет-магазин все равно будет работать, просто у клиента не будет возможности оплатить сейчас. Но вы уже в ЦРМ будете получать заявки от этих клиентов, у вас будут их контакты, вы сможете позвонить и предложить как-то оплатить уже эти товары. Александр пишет, что не смог найти, как перекривязать другие товары. Да, сейчас это немножко нетривиально, но выйдет на днях очень простенький апдейт. Сам кубик вот этого магазина будет выглядеть по-другому, и там будет кнопочка «Привязать нужный раздел к магазину», это будет легко выбираться. Но пока самый простой вариант, чтобы не лазить сильно по настройкам, это действительно не очень тривиально на данный момент времени, вы можете создавать товары в этой папке. Создавайте просто свои товары в этой папке, переименуйте ее в ваше какое-то название и делайте товары внутри. Те товары, которые не нужны, вот эти демотовары, просто удалите. Либо эти товары переделайте в свои товары, и так вам проще. На самом деле, когда вы разбираетесь с любой техникой, с любой системой, вы пытаетесь копировать. И вот эти демотовары для этого и нужны, чтобы вы зашли, посмотрели, как создаются товары, попробовали посоздавать свои такие же и научились это делать. Потом можно либо демотовары удалить, либо их просто переименовать в ваше. Да, и попробуйте еще зайти на наш портал, где живут все статьи, helpdesk.fitrih24.ru, если я не ошибаюсь. Там коллеги писали специальные статьи о том, как работать с товарами, как их добавлять, какие требования к картинкам, ну, то, чтобы требования, какие мы рекомендуем загружать картинки товаров и так далее. Там в том числе есть информация про смену каталога. Можете посмотреть, там должны быть ответы на этот вопрос на самом деле. Юля пишет, не совсем понятно, в чем преимущество. Другие системы предлагают то же самое. Во-первых, ни одна из систем не предлагает выставить оплату, сделать доставку, заказать такси. Я не видел ни разу пока, чтобы это прям работало в системе. Во-вторых, здесь ничем это не отличается от обычного интернет-магазина. Его фишка в том, что его не нужно создавать, не нужно заниматься публичной частью раздела. Очень легко создаются товары, и вы можете принять деньги, поработать с клиентом, взять звонок клиента, прослушать его, поговорить с клиентом. То есть здесь вся фишка – это во взаимодействии. Вы работаете с клиентом не в рамках интернет-магазина. Здесь нет интернет-магазина. Интернет-магазин – это просто канал. Канал, через который к вам поступают заявки. Этим каналом может быть телефон, этим каналом может быть чат, этим каналом может быть вот условный этот интернет-магазин. И это для вас, для вашего менеджера будет просто еще одна сделка, которая создалась из какого-то канала. Ему неважно с какого. Он в любом из этих каналов может выставить оплату, интернет-магазин так не умеет работать ни один. Он может в любом из каналов прокоммуницировать с клиентом, обработать коммуникацию с клиентом, отправить какую-то ссылку на товары и так далее. Вот, наверное, в этом самое главное отличие во всей этой истории. Давай поотвечаем на вопросы. Да, я, в принципе, по ходу отвечаю. Хорошо. Но в целом мы уже подходим к концу. На всякий случай еще раз покажу промокод. Если вдруг вы сами не разберетесь, вы можете заказать консультацию нашего партнера. Все, что мы сегодня показали, живет внутри BITREX24 вместе с другими возможностями. Пожалуйста, смотрите наши вебинары на YouTube. YouTube BITREX24 обучение, по-моему, называется так. Мы там много рассказываем и про саму CRM, и про то, как работать с разными каналами, как работать с разными социальными сетями, как работать с продажами, как организовать продажи внутри BITREX24. Там очень много информации. Если вам интересно, заходите и можете изучить там. И вот по этому QR-коду, это форма, которую вы заполните, и там к вам выделят партнеров. Причем это будет не один партнер. Вы можете выбирать, если не понравится один, вы можете заполнить еще раз формочку. Обычно там нескольких партнеров присылают на выбор. С кем вы можете поговорить, не понравился партнер конкретный. Ну, заполните форму еще раз, вам дадут другого партнера. То есть партнеров у нас по всей России в районе 12 тысяч, насколько я помню. Но я думаю, вы найдете того человека, который сможет с вами коммуницировать и с вами работать на ваш вкус, скажем так, и цвет. Да, хочется еще раз, наверное, подытожить, потому что я вижу, что все равно в чате идут вопросы, что вы можете использовать разные подходы. Вы можете работать с маркетплейсами, вы можете сделать интернет-магазин и заниматься автоматизированными продажами. Да, при этом вам нужно понимать, что трафик на этот сайт будет стоить денег, вам нужно давать рекламу. Ну, вы можете пойти и по этому пути. К тому же вы можете добавить к нему немного другой подход, про который мы говорили сегодня, когда продажи делаются не автоматически, когда клиенты сами полностью заказывают у вас все и вообще не общаются с вами, а когда вы еще эти заявки сами обрабатываете, вы общаетесь с клиентами, вы консультируетесь их и так далее. Если бизнес еще не готов, например, к большому магазину, да, или у вас нет бюджета на это, вы можете также начать работать через CRM, и здесь будет огромное преимущество у вашей компании, потому что все контакты ваших клиентов, чаты с вашими клиентами, звонки будут храниться в CRM, и это огромная база, на самом деле, для вашей компании, это огромный, ну, как сказать, ресурс вашей компании, по которому вы потом можете давать рекламу и работать с этой базой. Так, побежали дальше. Мы уже подходим к концу, если у вас еще остались вопросы, пожалуйста, пишите в чат, мы на них ответим, ваш уровень повышен, поздравляем, вы узнали сегодня еще больше про продажи, и хотим напомнить, что Bittrex это не только интернет-магазин, это вообще интернет-магазин Bittrex 24, в Bittrex есть и офис, и задачи, и проекты, и контакт-центр, и CRM, и вот в рамках вебинаров Level Up коллеги рассказывают про то, как работает каждая из частей Bittrex и что может быть полезным для вас. Мне очень жаль Алексея, который пишет в комментариях, что это был питч о том, что есть Bittrex 24, и что это была просто реклама. Если вы считаете, что рассказ о том, что происходит на рынке, это просто реклама, и вы ничего не узнали нового, ну, отлично, значит, вы и так все это знали, и у вас прекрасный бизнес, который растет, кухнет и движется вперед. Надеемся, что мы еще вас увидим на наших вебинарах. Напишите нам в чате, был ли полезен вебинар, даже если он был не полезен, все равно пишите, нам важна очень ваша обратная связь. Спасибо, коллеги, за внимание, желаю вам хорошего дня, пока. До свидания.